Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня у меня небольшое продолжение моего прошлого видео по Raspberry Pi интернет-радио. Как вы видите, оно тут звучит в наушнике. У меня предусмотрено управление радио с помощью кнопок. Сейчас переключив станцию. Немного попробовав управляться кнопками, я понял, что, наверное, это не очень удобно. И решил все-таки переделать управление на управление энкодером. Вот он у меня здесь есть. Энкодер используется простой, без какой-либо обвязки. Схема радио, сейчас вы ее видите на экране, предусматривает подключение двух энкодеров. Один для управления громкостью, другой для переключения станции. Но я буду использовать только один энкодер, который буду использовать для переключения станции. Поскольку громкость у меня будет регулироваться усилителем, к которому буду подключать радио. Припаял энкодер по схеме, которую я показывал. И самое удивительное, что он сразу же без каких-либо настроек стал работать. Вот нажимаю на ось энкодера. Пауза. Отпускаю. И переключение станции вращением вперед, следующая станция. Вращением назад, предыдущая. Ну, на самом деле, конечно, его нужно выставить в настройках. Сейчас покажу, как это делается. Давайте перейду на компьютер. С помощью программы Пути подключаюсь к Raspberry Pi. Ввожу IP-адрес, по которому она подключилась к моей Wi-Fi-сети. Кстати, IP-адрес изменился. В прошлый раз он был немножечко другой. Так что проверяйте, когда будете подключаться. Ввожу логин. У меня он PY. И пароль. У меня он был 1234. Теперь необходимо запустить программу настройки. Копируя из своей инструкции. Вставляю в терминал. Запускаю редактирование. У меня модель Raspberry Pi 3. Выбираю второй пункт. Подтверждаю. И теперь необходимо выбрать вот здесь энкодера. Так как Raspberry Pi теперь управляется не кнопками, а энкодером. Выбираю вариант использования энкодеров. Стандартный. Выбираю вариант разъема GPO. У меня 40-пиновый разъем. В старых моделях был 26-пиновый. Выбираю 20-символьный 4-срочный дисплей. Настройка завершена. Теперь нам предлагают выбрать ЦАП. Но я его не менял. И поэтому выхожу из программы настройки. Выбираю второй пункт. Все. Можно перегрузы пустить Raspberry Pi. И проверить работу энкодера. Все. Настройку произвел. В принципе, он работал и без настройки. С настройками старыми. От кнопок. Ну, энкодер по сути делает те же кнопки, только в таком исполнении. Нажимаю для начала воспроизведения на осинкодера. Радио Россия. Следующая станция. Поворот вперед. Радио Рекорд. Еще вперед. Наша радио. Дополнение, касающееся подключения и настройки энкодера, я добавил также в свою инструкцию в формате Word. Я ее обновлю, и она будет по ссылке в описании под видео. Так что, если кто хочет обновленную инструкцию скачать, скачивайте по ссылке в описании. Ну, а это на сегодня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто хочет что-то спросить или дополнить, пишите комментарии. Всем пока. С вами был Константин. Он одарил меня возможностью встречаться с Целли Львовной. Субтитры сделал DimaTorzok